здравствуйте уважаемые подписчики канала виват латвия и те кто к нам сегодня присоединились виват латвия приветствует вас мы вас сегодня привезли на зимнюю прогулку по нашей сказочной новогодней юрмале хотим показать ее в таком виде в каком она есть зимой украшенная и праздничная но я вас приглашаю нашу юрмальскую зимнюю сказку юрмалу 2022 наш парк посмотрите какая красота действительно будет очень интересно побывать любому маленькому да и взрослому жители города юрмалы потому что парк замечательно украшен различными огоньками которые мерцают и создают такую атмосферу праздника таинственности и сказки посмотрите как красиво украшены кистики я не знаю кто занимается подсветкой юрмалы но она сделана действительно на профессиональном уровне ровно как и все наши клумбы которые украшаются город в летние весенние и осенние периоды времени эти клумбы периодически меняют то есть весной одни цветы посажена не цветают сажают летние цветы и настолько грамотные этой интересно и красиво что я могу сказать что юрмала украшена лучшим образом и я даже пожалуй нигде в мире не видел более красивого убранства города цветами как у нас спасибо это той компании который этим занимается спасибо юрмальской думы что она выбрала эту компанию я уверен что наверно дороже чем все остальные но это того стоит потому что порой впечатления не измеряются деньгами а когда ты заходишь и видишь что твой город украшен лучше чем все другие города мира ты получаешь массу удовольствия ну вот уже заходим с вами в трубу здесь и крик чаек и прилив моря мы в волне сами оказываемся и она нас выплескивает наружу вот такое прекрасное ощущение получать пройдя по мостику в юрмале вроде простой мост но так со вкусом украшен что каждый кто приедет сюда он получит морское настроение и великолепное ощущение которое подарит ему юрмала в новом 2022 году свечены рододендры они переливаются различными цветами мне очень нравится рододендр как растение потому что у него сохраняются листья зимой когда снежок вот растаивает и всего теперь идет то все равно веточки остаются зелеными и это конечно создает определенный уют чем ветки которые без листьев но сейчас их еще и подсветили различными такими фонариками красивыми смотрите как красиво все это сделано сблизи покажу вам все это переливается и в конце стоит даже замечательная очередная латвийская елочка который мы сейчас с вами обязательно подойдем она поет песни на разных языках здесь каждый сможет услышать песню на своем языке и на английском и на латышском и на французском и на русском а здесь таинственный сказочный лес который нора гулять дед марвус найдем его где до мороза нет а здесь в прошлом году еще не было уже был коронавирус а позапрошлом было кафешка где можно было выпить кофе горячий чаек с булочкой из корицы вино и получить прекрасное праздничное настроение ну что делать мои дорогие придется потерпеть немножко будем надеяться что ближайшее время мы все вместе одолеем как-то этот коронавирус вместе с учеными наверно в следующем году точнее в этом уже тысячи на стороне получится но в следующем будем надеяться что это произойдет посмотреть как красиво подсвечена вышка сожалению на сейчас закрыта с 4 вечера очень жаль что закрыта потому что хотелось бы вам показать юрмала с высоты птичьего полета но не получится как-нибудь другой раз в четыре еще не темно и поэтому ничего интересного сейчас там не будет видно о какой кустик вырос у нас тут мы проходим мы с вами мимо када карим вы его уже знали этот апартаменты которые были построены в таком интересном стиле обратите внимание сколько окошек горит это уже вечер люди дома не так уж и много поэтому если есть желание приобрести квартиру в этом проекте обращайтесь можно хорошо поторговаться кстати мой хороший знакомый в прошлом году купил здесь квартиру по вполне приемлемой цене ну а с другой стороны посмотрите как подсвечена замечательно наша новая церковь которая была восстановлена всего несколько лет назад как будто царский домик из которого вот-вот выйдет николай чудотворец и подарит нам всем с вами подарки очень красиво все построено конечно цветовая гамма соблюдена хорошо вообще церквушка такое праздничное настроение вызывает молодцы небольшая но очень гармоничная а как здесь звонят в колокола если вы только знали там девушка монашка звонарь и она настолько красиво играет как-нибудь при случае я вам обязательно дам послушать этот перезвон очень красиво все звучит и церковь конечно сама замечательная что очень красиво но мы с вами выходим на улицу йомас вот так она красиво вся подсвечена это так называемый поп юрмалы лет десять назад до его реконструкции сейчас это самарах апартаменты его называли пупом юрмалы и стоил он миллион евро до реконструкции но конечно могу представить сколько стоило денег его реконструировать 10 на дорогого удовольствия и на первом этаже этого домика это улица йомас 92 находится замечательный такой магазинчик который торгует посудой чайными сервизами кофейными через столовыми бокалами различными сейчас он украшен новогоднем стиле здесь можно приобрести новогодние украшения посмотрите какая сова где вы еще такую видите можно здесь приобрести на елочку верхушки различные снежинки и звездочки какая вам больше нравится но они все очень красивые согласитесь одна это чувствует или это или вот это все на подбор очень красиво украшенцы витрины вот вам фея с крылышками наши будете в этих краях обязательно зайдите магазин не из дешевых но по крайней мере есть даже просто посмотреть что а другой жираф стоит не проходите меня посмотрите в юрмале дед мороз составил после себя большие ледяные глыбы которые больше роста человека так что снег у нас был не думайте что это у нас сегодня растаяла хлопотка богу что все это подтаяло и у нас не так много снега хоть парковаться машины смогут но вообще его было очень очень много и ждем следующую волну которая будет вот буквально дня житель юрмала а вот и елочки советском стиле наша старая советская добрая елочка из леса а а что-то в ней есть такого дорогого и бесценного согласитесь да конечно красивые есть эти немецкие датские елки у нас уже в латвии их выращивают которых иголки как не иголки такие полу листики все это красиво конечно даже не опадает чтобы в принципе очень практично да но все равно наша елочка она же пахнет несмотря на то что она может быть не такая же красивая и неказистенькая но зато она какая пахнущая и создающие настроение я в принципе за наших родных весных красавиц вот так украшена замечательно кафешка битая можно прийти выпить чашечку чая и кофе кстати мне булочки не очень там нравится хотя люди говорят что неплохое но я попробовал пару раз как-то мне на сердце не было но все украшено очень красивый по новогоднюю а лук розыж пивной уголочек здесь можно хорошо выпить пиво написать как красиво украшен по сказочному кафе йомос 53 о котором я рассказывал летом хороший кафешка потом можно зайти с детками и взрослыми замечательно посидеть а напротив стоит здоровое здание наша отеля юрмала но посмотрите сколько там горит окошек ну на пальцах одной руки можно пересчитать народ мы вас ждем хотя понимаем что вы особенно сейчас не приедете но вот какие площади пустуют и вас зовут йомос стал очень красиво за последние года отремонтированные фасады подсвечены очень красиво и нарядно сейчас украшены все еще смотрится достойно и по новогоднюю а вот сад хорна тоже очень интересно украшен обратно внимание себе художественные елочки у нас сделаны здесь снежинки на фасаде отражены это замечательная они еще и поют эти елочки сцена украшена на по новогоднему лево может стать и спеть в лесу родилась елочка и замечательно украшен сам сад посмотрите как хорошо людей чем немного ну вот мы с вами прошли всю лицу йомос от начала до самого конца то есть с интери до майори посмотрите как красиво украшено майори с ее замечательными деревцами которые украшены горящими сказочными снежинками и в конце улицы стоит красавица елочка она уже сборная большого числа различных там веточек собрана большая красивая елка вы конечно сейчас вы не сможете рассмотреть как непосредственно как дерево но как саму елку собранную с прекрасной вершины посмотрите какая она вся переливающаяся и поющая вы ее точно и увидите и услышите с новым годом наши дорогие юрмала вас поздравляет желает чтобы этот год был у вас успешным что все были здоровы чтобы заработали много денег вкладывайте недвижимость и вот латвия поможет вам заработать на недвижимости латвии в любой отрасли которую вы бы захотели вложиться до встречи до следующих выпусков на следующих выпусков Субтитры сделал DimaTorzok